В этот раз тренерский состав ИКАРа сделал упор на младших воспитанников. Детей, которые ещё совсем недавно занимаются в отделении прыжков на батуте акробатической дорожки в двойном мини-трампе. Для многих из них это первое выступление за пределами нашего города. Мы первый раз выехали, конечно, в шоке были они там от увиденного. Ну, первый раз на выезде. Вообще, другой трамплин, всё-таки другой снаряд, привыкать надо. Максим Синицкий занимается в спортивной школе только два года. До этого мальчик пробовал свои силы на городских соревнованиях. В Нижнем Новгороде он занял третье место. Мне было совсем не страшно. Мне даже было интересно соревноваться с другими ребятами. Диплом третьей степени провезла ещё одна юная воспитанница детско-юношеской спортивной школы Таисия Рычкова. Там был двойной мини-трамп. Там надо было делать первый разряд. У моего возраста девочек было 16. У нас было очень много. Я очень волновалась, надеялась, что получила какое-нибудь призовое место и получила его. Таисия рассказала, что за два года занятий в спортивной школе уже не раз участвовала в городских соревнованиях. Её очень привлекают прыжки на батуте, и девочка гордится своими спортивными достижениями. К первенству Нижнего Новгорода Таисия упорно готовилась. Вот когда я тренировалась, я всегда думала, как это делать. Я всегда что-то там в голове крутила, вертела. И у меня получилось это. Впереди у юных спортсменов первенство Сарова по прыжкам на батуте. Оно пройдёт уже в ближайшие выходные. А 22 и 23 декабря в нашем городе состоится чемпионат и первенство области по этому виду спорта. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.